Друзья партизаны, всем привет! Вы вновь на YouTube канале Волхонский лайф, а это значит, что вы опять узнаете то, о чем никогда не расскажут с экранов ваших долбанных путевизоров. Сегодня у меня необычное к вам обращение. Я предлагаю скинуться на танк. Да, друзья, скинуться на танк. Все вы, наверное, прекрасно знаете, что в годы Второй мировой войны наши соотечественники, кто был побогаче, те покупали танки для армии. Те, кто был победнее, те тоже жертвовали деньги для покупки самолета либо танка в борьбе с фашизмом. И сейчас, как вы все прекрасно понимаете, мы живем в таком государстве, колонии, непонятно, что она из себя представляет, где правит действительно фашизм. И только глупец это еще может отрицать. Так вот, друзья, стало известно, что совхоз имени Ленина, которым руководит Павел Грудинин, его хотят уничтожить. Ну, о том, что его хотят уничтожить, вы знаете прекрасно, после уже президентских выборов, когда Грудинин, я считаю, он должен был победить. Ну, либо у него примерно с Путиным одинаково и второй тур, и там явно победил бы Грудинин. Но нарисовали, сделали все, что якобы Путин победил, хотя первые результаты, так скажем, анализов показывали, что Грудинин побеждает. Но потом в администрации президента что-то судорожно все забегали и начали переписывать эти результаты. И Путин, как всегда, набрал 146%. Друзья, после того, как президентская гонка закончилась на Грудинина, вы все прекрасно знаете, обрушились вот эти вот попытки рейдерского захвата. И у него отняли уже большинство акций через его бывшую жену. И в этом году последнее, что делали вот эти вот жулики и воры из власти, фашисты из власти, они запретили ему продавать клубнику. Они раньше было в том году, например, 150 точек по продаже клубники. В этом году Грудинин собирался сделать 200 точек по продаже этой клубники. Но ему запретили. И сделали всего, по-моему, 20 точек. И то не в городе Москва, а там где-то в области. Причем по заниженной цене. Так вот, друзья. Власти еще пошли дальше. И чтобы окончательно забрать и все акции, и разрушить этот совхоз, сделать там просто какие-то постройки возвести, а все это предприятие уничтожить, они выставили счет Грудинину. Якобы он должен. Один миллиард. И, по-моему, 66 миллионов рублей. То есть, вы понимаете, да? Власть кричала. Сам Путин говорил, что Грудинин олигарх. И вот у него забирают последнее. И вот этот миллиард. И у него нет никакого миллиарда. Если он не отдаст, то... Все. Совхоза больше не будет. Последнее, так скажем, вот такое предприятие, которое действительно показывало своим примером, как можно жить, работать. Как он возвел садик, школу лучшей в Европе. Это доказано. Вы, наверное, многие видели. Недавно были кадры, когда Жириновский со своими извинениями приехал к Грудинину. Жириновский ведь тоже повелся, так скажем, в предвыборную гонку. И он тоже унижал Грудинина. Тоже высказывался, что вот этот олигарх. Но на той неделе он приехал с извинениями к Грудинину. Собирал у него клубнику. Попытался своими силами тоже написать письма. Привез в федеральные телеканалы. Но на федеральных телеканалах вырезали везде Грудинина. Был один Жириновский. Про совхоз имени Ленина ни слова. И Жириновский уже сам жалеет о том, что он так себя повел. Вы видите прекрасно, что происходит уже с партией ЛДПР. Как Фургал арестован в Харбарномском крае. И это только начало. Жириновский уже высказался вчера, что мы поддержали тут и поправки в Конституцию. Что вы, суки, творите? Я в очередной раз говорю, что с этой властью договариваться нельзя. Друзья, если вы пытаетесь с ней о чем-то договориться, у вас ничего не получится. Вам обязательно воткнут в спину нож. Потом, после того, как вы будете уже не нужны. Так вот, друзья. Сейчас активно предлагается помочь Павлу Грудинину. Я думаю, блогеры многие будут записывать это обращение. Вот вы перед собой видите реальные реквизиты для перечисления своей помощи. Как говорится, покупаем танк для борьбы с фашизмом. Многие, конечно, сейчас захотят на этом заработать. Будут изменять вот эти реквизиты. Будут что-то подделывать документы. Ну, вот у меня настоящие реквизиты. Их предоставил Зюганов. И как по официальным, друзья, заявлениям, ЦИОМа в 2018 году на президентских выборах за Грудинина проголосовало 8 миллионов человек. Ну, с лишним. Я, конечно, считаю, что гораздо больше. Но если даже 8 миллионов человек скинутся по 100 рублей, то совхоз соберет этот проклятый миллиард, отдаст его этим фашистам. И на какое-то время они отстанут от совхоза. Так что, друзья, кто сколько может, я закину, честно, я могу 200 рублей закинуть. Сам сейчас постоянно обращаюсь к вам, что вот после грабежа, как меня ограбил мэр города Рыбинск, я собираю тупо на сотовый телефон, чтобы снимать видео для вас. И спасибо Елене Александровне, вчера вот перечислила 3000 рублей. Сейчас еще не хватает 5000. Ну, ничего, насобираем, как говорится. Я считаю, что Грудинину нужно помочь отстоять его предприятие. И тем самым мы, конечно же, даже покажем, как нас много, что мы все-таки что-то еще можем сделать в этой стране. Друзья, кто сколько может на этот танк? Я повторюсь, я закину 200 рублей. Вот у меня правильные реквизиты. Всем пока, распространите этот ролик. Надо менять всю власть, друзья, срочно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok